Продолжение следует... Это Станислав Белковский. Привет. Привет, Юля. Всех приветствую. Напоминаю, что это проект дежурный по эпохе, а не просто обычный Белковский вульгарис. Да, единственная незаменимая. Ты украл у меня реплику. Я хотела ее подать как это достойное блюдо. Ну, хорошо, да. Вы, кстати, не однажды. В следующий раз меня дверь. Да, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. И, конечно, подписывайтесь на канал Стаса, который, во-первых, есть по ссылке в описании, а во-вторых, он отрекламируется. Да, из недавних совсем премьер наш очередной эпизод проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Это он называется «Американский эпизод». Когда вы посмотрите это, вы поймете, почему. Кстати, хочу заметить, что YouTube по-прежнему продолжает пессимизировать и блокировать рекламу видео, в которых активно обсуждается предвыборная кампания в США, но не американского происхождения. И почти ежедневно выходит наша программа «Доброй ночи, малыши». И сегодня отдельный и особый выпуск, поскольку там названа тайная, пока никем не обсужденная причина террористической атаки в Дагестане. Сегодня мы обсудим всякие разные другие причины, но эту тайную причину я бы предложил изучить всем в 8 вечера по Москве, когда уже закончится наш дежурный припухе и начнется успокаивающая передача на ночь. Доброй ночи, малыши, на канале Белковский. Всем большое спасибо. — Это ты не про удивительное предположение про Хабиба Нурмагомедова? — Нет, это оно не настолько удивительное, мы обсудим его в нашей программе, я надеюсь, если у тебя запланирована эта тема в принципе. А там еще, так сказать, есть отдельный пласт, который спойлерить я не хочу. Он не помешает нашему обсуждению в дежурном припухе. — Ну, слушай, коль скоро мы уже заговорили, начали с Дагестана, то давай мы и начнем с Дагестана, хотя есть, на мой взгляд, более фундаментальные вещи. А что ты по этому поводу думаешь? Потому что... Ну, что ты по этому поводу думаешь? Я потом добавлю. — Ну, на твоем фоне, так сказать, разбираться в дагестанских делах как-то даже и неудобно, поскольку все-таки именно ты в них специалист, а не я. — Ну, как политтехнолог, политический консультант на пенсии, который давно уж этим делом не занимается, но все-таки опыт никуда не денешь, умичь ты куда девать, как говорил известный Рабинович из анекдота про Ленина, значит, я отслеживаю на автомате всякие пиар-компании. То есть, когда я вижу, что идет пиар-компания за кого-то или против кого-то, или по поводу какого-то события, явления, я это замечаю. Я замечал, безусловно, что в последние месяцы шла довольно агрессивная пиар-компания против нынешнего руководителя Дагестана генерала Меликова. Мне, собственно, обсудят все равно про генерала Меликова, мне не важно, он или другой человек руководит Дагестаном. Просто я это для себя отметил, что кто-то мочит Меликова, а значит, есть какие-то серьезные силы, заинтересованные в его свержении. В принципе, там же в последние годы была такая изрядная кадрова Чехарда, то там был Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, который очень, который 20 лет шел к посту президента Дагестана. Я это точно знаю, потому что еще в конце 90-х годов я с ним встречался, и он мне говорил, что это его стратегическая цель. Он занимался этим всю жизнь практически, как возглавить Дагестан, но продержался относительно недолго. Потом был Владимир Абдулевич Васильев, это халилизовая модель, что федеральный силовик должен прийти в такое глубоко гетерогенное общество с огромными различиями, этнической клановой и прочей борьбой. Собственно, такой план обсуждался и примитивно к Чечне до того, как была сделана окончательная недвусмысленная ставка на кадровский клан. Постоять какого-то такого силовика во главе Чечни, который примерял бы противоречия между различными трипами, тупхумами и прочими стратами чеченского народа. И вот сейчас очередной силовик, но, правда, титульной принадлежности этнической одного из дагестанских этносов генерал Меликова. Поэтому я не исключал бы полностью, что это делается и то, чтобы ускорить отставку Меликова. Я не исключал бы и того, что происходили же некие события с евреями тогда, когда началась война 7 октября. И, разумеется, Кремль, когда евреев-то отыскивали где-то за обшивкой самолета, приземлявшегося из Израиля в Махачкале, тогда, естественно, Кремль заявил устами даже самого Путина, что это украинско-американские проделки, хотели посеять межнациональные противоречия. Почему бы это, так сказать, не было продолжением той же линии? Ну, наконец, если мы вспомнили легендарного Хабиба Нурмугамедова, то на него в последнее время шел большой наезд тоже. Не такой масштабный, как на Меликова, но почти. Ну, во-первых, этот наезд был не только в пиар-плоскости, но и вполне реальный, политико-экономической, потому что ему насчитали 36 миллионов рублей налогового долга. Еще недавно Хабиб Нурмугамедов, напомню, это большой чемпион по боям без правил. Я ничего не понимаю по боям без правил, поэтому в какой он там категории чемпион, я не помню. Кажется, в легком весе. Но долгие годы он был едва ли не символом российского величия. Его бои посещал лично Путин. Когда Хабиб пошел кого-то бить после окончания матча N лет назад, то это подавалось всем как справедливое возмездие многонационального РФ народа коллективному Западу, который нас долгие столетия унижал. И вот теперь Хабиб смывает это унижение. Уже после того, как его объявили чемпионом, он пошел там и кого-то побил вместе с толпой своих соратников. И если на Хабиба все-таки так наехали, тем самым лишив его де-факто статуса общероссийской легенды, то значит, кто-то в нем разочаровался, возможно, даже верховный вождь, который еще недавно был мочен, по крайней мере, несколько лет назад, и мочарок. По какой причине, непонятно. Может быть, что-то вложили про связи Хабиба Нурмагомедова с какими-то исламскими кругами, не вполне лояльными российской федерацией. Хабиб, как известно, в рамках уже пиар-компании против него, которая сопровождала до начислений ему 306 миллионов рублей налогов, у него все время подчеркивали, вот, кстати, субъекты пиар-компании, как анонимные, так и неанонимные, что вот он совершенно не интересуется спецоперацией Z, не призывает вырезать украинцев до последнего, а только как-то сконцентрирован на секторе газа, и, в общем, ему палестинцы ближе, чем родные русские люди. Какой-то он неправильный недороссиянин, в общем. В общем, исламская общность ему гораздо для него... Исламская идентичность для него гораздо важнее. Российская была к нему одна из основных претензий. Ну да, собственно, вот он 9 октября опубликовал видео с выдержками из Корана о форме флагом Палестины, сердечком и эмоции в виде сложенных ладоней. 9 октября, через два дня после резни. Слушай, извини, ради бога, я просто буду резко... Извини, прогонку к Хабибу добавлю еще, что в некоторых публикациях, я вот отслеживаю такие публикации на автомате, просто как политконсультант с большим опытом, говорилось, что, дескать, Хабиб, конечно, выступал за Палестину, но как-то очень осторожно вместе с тем, а потому он выступал осторожно, чтобы не поссориться с еврейскими кругами, способными лишить его рекламных контрактов. Ну, я не знаю, сердечки, можно было... Я просто хочу резко поменять тему и вернемся к Дагестану обязательно потом, потому что мне есть, что спросить, есть, что сказать. Но все-таки я начну с главного, что произошло, на мой взгляд, сегодня. Дело в том, что только что Рейтерс опубликовал план советников Трампа, начальников штаба в Совете над безопасностью в период его президентства с 2017 по 2021 год, план, как прекратить войну в Украине, это генерал-лейтенанты в отставке Кит Келлок и Фред Флейц. Соответственно, понятно, что это разработка уже того Трампа, который мы слышали раньше. Одна страна не получит, в том случае, Киев не получит доступ к оружию, пока не начнут мирные переговоры. И, наоборот, если Москва откажется от переговоров, то Киеву оружие дадут. Дальше заморозка войны по линии боевого разграничения, тот план, о котором уже и Эрдоган говорил, и сели толк Макрону советоваться, и, естественно, и Москва, и Соединенные Штаты в курсе. Почему я об этом спрашиваю? Потому что, во-первых, Келлок и Флейц – это очень хорошо известные люди, это не партийные деятельности. Деятели – это те люди, которые все это прорабатывают на команды штабной карте. Это явно утечка перед дебатами с Байденом за два дня до них. Я могу предположить, что об этой утечке было заранее известно и в Москве, и в Киеве. И вот нет ли у тебя сведений, что об этом думают, потому что я думаю, что, скажем так, я полагаю, что там в обеих столицах должно идти очень сильное обсуждение этого плана, оно не случайно утекло. И что из этого следует, потому что это означает, что значит по линии боевого соприкосновения. Это значит, что для обоих сторон, вот ближайшие несколько месяцев, если Трамп выиграет, единственный способ поменять расклад на поле боя – это устроить спорт. То есть либо одна сторона, либо другая старается изо всех сил, чтобы еще что-то захватить или еще что-то отбить. Соответственно, вот мне кажется, что это очень серьезная история, и мне интересно, что ты по ее поводу думаешь. И о возможной эскалации в связи с этим планом. Да, ну я читал внимательно этот материал, где сами генералы признают, что их точку зрения нельзя отождествлять с позиции самого Трампа. Что они, так сказать, он привел благосклонное внимание к их плану, но они не берутся утверждать, что он его одобрил, и что это план Трампа. Может быть, это просто дипломатическая фигура речи, но тоже будем иметь это в виду, что называется. Это типичный тот самый корейский сценарий, в общем, и ничего больше, который обсуждался много раз, и который формально отвергается и Российской Федерации, и Украине. Потому что Россия Путина волнует, как мы уже не раз говорили, взятие власти в Киеве, не путем оккупации военной всей Украины, а путем фактического переворота в Киеве на фоне катастрофической усталости Украины от войны. Ну, то есть 17-й год, аналог 17-го года в Российской империи с последующим аналогом Брестского мира 1818 года. С той лишь разницей, что нынешняя Российская Федерация не собирается разваливаться, то есть не собирается переживать крушение власти, как Германской империи в 1818 году. И то, что обозначается как трампистский план, предположим, что Трамп с ним в основном согласен, это замораживание конфликт на линии соприкосновения, при которой стороны де-факто соглашаются с тем, что больше результатов этого они не достигнут. Украина, то есть хотя формально аннексированные РФ территории не признаются ее частью, а, так сказать, Путин этого, безусловно, будет требовать по проекту Брестского мира, и в данном случае для него важно, кто придет в классику Украины. Это тяжелый вопрос, чтобы это были силы лояльные такому сценарию. И не сопротивлялись, и не особенно ни кочевые. А Украина признает, что хотя формально территорию принадлежат ей, но де-факто претендовать на effective control, как сказано в этом документе, то есть фактический контроль над ними она не будет, и все это застревает и замораживается на неопределенный исторический срок. То есть сам по себе план достаточно прост. Вопрос в том, в какой мере к нему готовы РФ и Украина. Будет ли они, будет ли эскалация? Да, конечно, но я думаю, что, по всякому случаю, в меру скромных сил обе стороны попытаются реализовать те возможности, которые у них есть. Возможно, ресурсов РФ сейчас несколько больше, и поэтому надо же ожидать какой-то активизации. Но мы видим, что ответные удары Украины, то есть если контрнаступление пока никого не планируется, мы не видим, чтобы Украина располагала для этого разнообразными ресурсами, тем не ответные удары бывают достаточно болезненными для РФ. Возьмем хотя бы Севастополь двухдневной давности. Поэтому, так сказать, неясно, как далеко могут зайти РФ и Украина в этой эскалации. Они, конечно, могут этого пожелать, но мы видим, что, скажем, взятие Харькова, независимо от того, планировалось ли оно когда-нибудь Путином, это нереалистичный сценарий на ближайшее время. Другое дело, что Путин может поддерживать такое... Ну, на словах в полном объеме он такой план поддержать не может, поскольку это противоречит как его формальные номинальные концепции, изложенные им в так называемых мирных предложениях накануне саммита в Бюргенштоке. И только что, сейчас же в Москве проходят Примаковские чтения в честь 95-летия мощного старика, якобы выступившего некогда идеологом многополярного мира, что не так, но пусть будет, ладно, чем бы дитя не тешивать. Значит, еще в послании к Примаковским чтениям Путин снова вернулся к этому плану и сказал, что Запад не понимает своего счастья, надо соглашаться с планом, но он прекрасен во всех отношениях. То есть Путин не съезжает с этой темы, так и фактически его план, который, на мой взгляд, сводится к тому, чтобы, да, занять действительно на земле реалии на земле. Любимый термин, звучащий несколько зловеще, поскольку от реалий на земле, недалеко и до реалий в земле, соответственно, оттяпать еще некоторое количество украинской территории, но, впрочем, некачественно больше, чем сейчас под контролем российским войскам, а там дальше работать над тем, чтобы украинские народы, украинские элиты, которые понимают, что это та их часть, которая считает, что ситуация в тупике, и дальнейший разговор о границах 1191 года и выводе российских войск из оккупированных ее регионов, и, ну, совершенно ни к чему не ведут и не имеют никакого отношения к реальности, все-таки взяли власть в свои руки и договорились о чем-нибудь с Путиным в соответствии с базовым набором его требований, из которых важнейшие, я напомню всем, и что почему-то всегда забывается, вернее, не всегда, но часто забывается, как только начинается обсуждение сценария мира, что для Путина важнейшее условие мира – это не то, где проходит линия соприкосновения, она же линия фронта по-простому. Главное для него – это выполнение задачи той самой демилитаризации и денсификации Украины, то есть качественного сокращения украинских вооруженных сил, которые не смогут не защищать себя в случае чего, не защищать страну, в случае чего не наступать на Москву, разумеется. Страх того, что НАТО нанесет удар с украинской территории, для Путина остается вполне актуальным, кто бы что о нем и об этом не думал. Гарантии того, что Украина не вступит в НАТО при парк минимум при жизни Владимира Владимировича Путина и истребление идеологии украинского национализма – это все важнее, чем то, где проходит линия фронта, и Путин будет этого бесспорно добиваться, как условия Брестского мира. И уже, так сказать, ему мерещиваясь, мерещиваяся, мерещиваяся. Ему мерещится, мерещиваяся через нынешнее угло времен. Смотри, в связи с этим, какая у тебя ощущение, какая сейчас вероятность черного лебедя, то есть некого непредсказуемого события, которое вызовет такие большие жертвы среди мирного населения, истории с другой стороны, что та или другая сторона скажет, ну вот какое, тем более, что не только Трамп давит, скажут, ну вот вы говорите мириться, как можно с этими мириться, нет, только Киев берем или наоборот только границ 1991 года, и более того, Запад будет поставлен или в такое положение, что, ну скажем, там произошел черный лебедь, Россия сказала, ну грубо говоря, черный лебедь, который способствует сначала эскалации со стороны России, Россия начинает максимально, не знаю, проводит мобилизацию, наступает, Запад в свою очередь тоже вынужден давать Украине оружие, или наоборот, опять же, президент Зеленский пользуется каким-то черным лебедем, который, я не знаю, прилетает бомба и уничтожает жилой дом в Харькове, и говорит, ну вот как можно с этими мириться. Какая вероятность такого события с твоей точки зрения? Дело в том, что вся философия черного лебедя предполагает, что вероятность его определить невозможна, поскольку черный лебедь – это, используя определение крупнейшего русского философа… Переломные события. …конца 20 века Виктора Степановича Черномырдина, отродясь не было, и вот опять. Да, то есть, или вот этот они… Это меня критиковали зрители уже прежде за то, что я слишком часто рассказываю этот анекдот, поэтому я пытался его последний год не рассказывать. Но это анекдот, который точно описывает философию черного лебедя и дает безусловный ответ на вопрос, какова вероятность этого такого типа события. Это вопрос о том, вопрос блондинки о том, с какой вероятностью он встретит на улицах Москвы динозавр. Ответ – 50%. Почему 50%? Или встречу, или не встречу. Что-нибудь такое может случиться. Об этом смысле, кстати, я чуть порассуждаю на базе твоего вопроса в разные стороны. Я, скорее, оптимистичен относительно результатов визита Владимира Владимировича Путина в Северную Корею. Многие схватились за сердце по этому поводу. А мне кажется, мне представляется, мне кажется, что это все уменьшает вероятность обмена ударами с НАТО в Европе. Что бы сказать, Путин показал. Когда он заявил, он грозится давно ударами по территории стран НАТО и объектам НАТО. Чему я посвятил отдельную программу Путина «Чудовище». На канале Белковский тоже рекомендую. Тем, кто ее не видел, ее посмотреть. А тем, кто видел, посмотреть ее еще раз. Что, в принципе, это не исключено, этот обмен ударами. Вопрос, где он состоится. Может ли быть так, что, например, на территории Беларуси будет удар по аэродрому в Жешуле или в Румынии, по базе в Румынии, где накапливается вооружение для Украины, и, может быть, даже эти сакральные F-16. Неслучайно НАТОвская сторона заявила всячески, что F-16 будут только базироваться на территории Украины, что, видимо, неправда, но, значит, они были мотивированы так сказать, чтобы уменьшить вероятность удара. Это, по-моему, разрядить психологическую обстановку, поскольку ясно, что там, где они находятся, это известно не по их словам, а с помощью разведданных. Так вот, это весь визит в КНДР показал, что если столкновение случится, оно случится за пределами Европы. Вопреки предыдущим угрозам и намекам Путина, многочисленным весьма, типа, значит, о том, что в Европе плотность населения большая, там что-то еще низкое, не помню уже что. После чего-то, так сказать, все были в диких переживаниях, вот сейчас все-таки ударят по Европе, и НАТО не сможет дать всесохрушительного ответа, что, скорее всего, правда. Ответ будет тоже довольно скромным, и, в общем, просто главным и единственным результатом такого обмена ударами будет демонстрация, что Путин может это сделать, и это не страшно, эта красная черта переведена. А так мы понимаем, что, скорее всего, КНДР и Иран, кто-нибудь еще возьмет на себя эту миссию, если что, но и что-то не случится прямо завтра. Скорее всего, это откладывается, если не в долгий, то, так сказать, не короткий ящик. Так что, существует ли вероятность вот такого смертоносного удара по НАТО прямо сейчас, на мой взгляд, она снижается. Еще и потому, что Путину это не очень надо. Он снова вошел в переговор, в стадию склонения Запада к любви и переговорам. Но не к любви, конечно. Любви уже никогда не будет. А переговорам, какому-то, так сказать, какому-то потеплению. И все, что ты описала, эти все события уже были много раз. И попадание бомб в живые дома, и взрывы ракет над пляжем в Севастополе только что и так далее. Само по себе это не повод переводить войну в какое-то новое качество. Ну, а случится ли что-нибудь действительно сверхъестественное, типа неудачного удара какой-нибудь ракеты атакам по самолету Путина, например. Вот это что-то уже, так сказать, из ряда вон выходящее. Если этот удар будет удачным, война закончится. Но если он будет неудачным, то, конечно, это в известной степени заставит все стороны переосмыслить то, что происходит, и привести к внезапной эскалации. Смотри, на самом деле я вовсе, конечно, не имела в виду удар по странам НАТО, я имела в виду любое другое событие, любое практически событие, в том числе, и вот ты уже несколько раз упоминал этот атакам, я напоминаю нашим слушателям сначала, что произошло. И мне кажется, что это как раз очень важный пример подобной эскалации. Сейчас вот мы с тобой обсудим. Потому что я напоминаю, что атакам слетел по аэродрому в Бельбек, он был сбит с курса российской зенитной ракеты, он отклонился, и его кассетная боевая часть ударила по пляжу в Севастополь. Вот тут были разночтения, потому что сначала говорили, что, может быть, это российская зенитная ракета ударила по пляжу, что бывает, мы прекрасно знаем. Вот, например, в Белгороде обрушился подъезд, и сначала думали, что, может быть, это украинское что-то, но это действительно была зенитная ракета, которая тогда этот подъезд обрушила. Но в данном конкретном случае это не так важно, грубо говоря, со стратегической точки зрения, но просто важно понимать, что произошло. По тем страшным кадрам, которые мы видим, вот эти мелкие фонтанчики, которые секут воду людей, да, это кассетная боевая часть атакмуса. А, значит, дальше начинается российская пропаганда, которая начинает кричать, что вы соубили именно по пляжу, что является просто безумием, потому что, ну, совершенно извиняюсь, ну, как бы доказано, даже Россия признает, что это была зенитная ракета, которая сбила этот атакмус, и который посыпался на пляж, но до сих пор всегда высунули на силе удары по военным объектам ночью. Это хорошо известная технология для минимизации жар среди мирного населения. Ночью, понятное дело, люди на пляж не ходят, и вообще по городу обычно не шествуют. И у меня есть две гипотезы, тут я просто сама скажу немножечко, как я, потому что обсуждала это с другими людьми, почему на этот раз удар был нанесен днем. У меня есть две гипотезы, одна из них заключается в том, что Россия, напоминаю, наносит удары кабами по Харькову, в частности, известен страшный удар по гипермаркету. Эти удары наносятся как раз днем, и там количество гражданских жертв велико, потому что самолеты, которые поднимаются днем, они как раз ночью не летают, в отличие от ракеты. Вторая причина, насколько я знаю, заключается в том, что атаканс, стартующий ночью, он просто заметен куда лучше, чем тот, который стартует днем. И было уже просто несколько случаев, когда украинские Хаймерсы, наносившие таким способом удар, либо это был маленький Хаймерс, который на 80 километров летит, либо это был Атаканс, я напоминаю, что Атаканс запускается тоже с Хаймерса или с аналогичной установки, соответственно, видно по вспышке приблизительно откуда летит, там паражирует российский беспилотник, и потом по нему успевает прилететь Искандером, и уже несколько Хаймерсов так погибло. Но дальше еще последовала и некоторая словесная эскалация с украинской стороны, потому что Михаил Подоляк, советник офиса президента Зеленского, назвал погибших мирных жителей, включая детей, гражданскими оккупантами, что мне очень сильно напомнила вот эту вот самую, знаете, про хамасовских деколонизаторов, у которых все евреи колонисты и поселенцы. Итак, мы имеем, помимо эскалации военной, то есть, с одной стороны, Путин наносит удары кабами, днем по Харькову гибнет множество мирных жителей, и я сразу нашим слушателям напоминаю, что просто количество мирных жителей, которые погибло в Украине от российской армии, и количество мирных жителей, которые погибло с российской стороны от ВСО, ну, просто невозможно сравнивать это величины, разница в несколько порядков. В Украине погибло просто на несколько порядков больше, даже страшно подсчитывать. Но, тем не менее, мы имеем, с одной стороны, эскалацию в чисто военную, как я уже сказала, удары, которые наносятся днем, причем Путин начал первым, а с другой стороны, мы имеем такую сильную словесную эскалацию, потому что, с одной стороны, говорит российская пропаганда то, но то, что, на мой взгляд, заведомо является абсурдным, а с другой стороны, вот эта вот риторика, честно говоря, когда погибших мирных жителей, включая детей, называют гражданскими оккупантами, я вот реально не понимаю, ну, например, как, если это гражданские оккупанты, ну, непонятно, как при таком отношении к этому населению, офис президента Зеленского собирается их освобождать. Ну, по пунктам первому и второму у меня возражений нет, я не военный эксперт, я не могу владеть этой тематикой глубоко, изучая других военных экспертах, в отличие от самого себя, я стоим полагать, что да, вполне возможно, так все равно и есть. Что касается пункта 3, это, в принципе, ключевой вопрос политико-информационной позиции Украины начиная с 2014 года, когда всегда ключевая обстановка вопроса была вот жители Донецкой, тех частей Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы РФ, это украинские, украинцы, украинские граждане, или это, так сказать, легко вооруженный или не вооруженный враг. И Украина всегда разрывалась между этими, так сказать, пулесами. Потому что, с одной стороны, говорилось, что это жители, которые надо потом реинтегрировать в Украину, де-факто же, так сказать, жилые, гражданские объекты, жилые дома и так далее подвергались там нередко обстрелам, и всякий раз эти обстрелы сопровождались комментариями тех или иных официальных и полуофициальных представителей Украины о том, что жители эти все мирные населения неисправимы, оно де-факто поддерживает свое пребывание в составе РФ, и лучше бы им покинуть все эти территории и отправиться просто в РФ. Значит, полемика, которая велась внутри самой Украины по поводу того, а нужны ли Украине территории, особенно без жителей, никуда не приводила. Все сводилось абсолютно к путинской логике, что территории нам нужны, потому что они нужны, границы 91-го года никаких вариантов. Нет, ну, в принципе, то есть, ведь, собственно, украинские власти, элиты, желая того или нет, но очень часто воспроизводят логику Владимира Владимировича Путина на протяжении минувших 10 лет. Это связано не только с постижением авторитарных схем управления, которые всегда интереснее демократических, поскольку можно значительно больше украсть и за это не отвечать. Ну, отвечать, но перед равным со своими, такими же ворами, как ты сам, а не перед институтами демократии и гражданского общества. Это так и не получилось, никак не получается превратить Украину во автократию. Но попытки такие предполагались неоднократно, в том числе и после 2014 года. Это касается и абсолютного культа территории, хотя я считаю, что в современном мире территория это отнюдь далеко не обязательно актив для государства. Это вполне возможно, что это бремя очень существенное, это имеет отношение и к России, это возможно, и я тут в этот момент вспоминаю всегда, что я гражданин РФ, и поэтому мои возможности оценивать действия украинских властей и элит весьма ограничено, в моральном смысле, но тем не менее, постараюсь аккуратно и осторожно что-то на все-таки какую-то точку зрения высказать, что территория вполне возможно является бременем, а не активом. И если стоит выбор между перспективами развития страны и восстановления и трансформации в какую-то новую историческую сущность и территориями, то надо сделать выбор в пользу опции А, а не Б, не территория. Но с этим на концептуальном уровне эту проблему украинская элита еще для себя не решила. Это же распространяется и на Крым. То есть, с одной стороны, утверждается, что в Крыму живут украинцы, мечтающие о возвращении полуострова под юрисдикцию Украины. С другой стороны, все-таки, как показывают социологические опросы, большинство крымчан за пребывание в составе РФ, а значит, это отрезанный ломоть, который не надо жалеть. И, типа, несколько раз жители Крыма предупреждали, что они находятся на территории боевых действий, лучше покинуть свои дома. А тот, кто послушался, молодец с точки зрения этой доктрины, кто не послушался, сам виноват. Разумеется, при таком подходе рассчитывать на реинтеграцию населения этих жителей этих территорий не приходится. Но, видимо, всегда, очень часто же тактические задачи в том числе в сфере пропаганды превалируют на стратегическом. Нужно сегодня что будет делать, чтобы расчеловечить врага, чтобы, так сказать, создать повод для повышения градуса военной истерии и так далее. Что будет завтра? Ну, завтра, как говорил в советские времена, по аналогичным поводам другие коммунисты ответят перед партией. Тем более, в Украине, где смена власти, в отличие от Российской Федерации, делала столь же обычное, сколь и частое. Ну вот, кстати, о смене власти. Ты уже несколько раз говорил, что Путин надеется на то, что Украина не выдержит и в ней произойдет то, что в Германии. То есть сначала, что там в Германии? То, что в России в семнадцатом году и в Германии в восемнадцатом. И смотри, две вещи произошло на этой неделе, на мой взгляд, очень важно по Украине. Одна это увольнение генерал-лейтенанта Юрия Содоля с позицией командующего объединенных сил ВСУ. Важное в этом увольнении то, что оно произошло после того, как начальник штаба АЗО Богдан Кратевич написал в ГБР, то есть это такая американская структура, просто обвинил Содоля в военных преступлениях. Я, наверное, может быть, в коде доступа подробно остановлюсь, какие там могут быть подводные камни, но во всяком случае Содоль это человек, который считается очень близким к Сырскому, соответственно, человек, который не чушь ты самому Зевинскому. И вот, тем не менее, его увольняют, хотя просто я знаю, что его много раз пытался уволить за Лужной, не получилось. И дальше одновременно случилась другая история, это Нардеп Тищенко, напоминаю, что это бывший замглавы парламентской фракции «Слуги народа», правда, сейчас он нефракционный, и он побил какого-то, вернее, не он, а его охрана побила, то есть, по его указанию группа физических, группы лиц, применила какого-то, побила добровольца Кракена, и, соответственно, сейчас опять же сотрудники ГБР, у него проводят домообыск, сообщают о подозрении, и, то есть, такое впечатление, что, ну, да, это какое-то давление со стороны армии, и причем оказывается, что это достаточно часто оказываются люди, которые, ну, ближе к Зеленскому, скажем, чем к чему-то другому. А что с твоей точки зрения происходит? Это действительно просто случайность? Это вот броновское движение или это симптомы вот ровно того, на что, собственно, надеется Путин? Ну, если сопоставлять, опять же, все пиар-компании, которые происходят вокруг этих политических решений, то нет, конечно, это не случайность и не броновское движение, а некая, некая целенаправленная череда событий. И здесь, помимо того и сказанного, я бы сказал, что вновь возобновилась мощная активность депутатки парламента Марьяна Безублой, которая играла немалую роль в публичном, в пиар-обеспечении увольнения Валерия Залужиного. Сейчас, так сказать, начала накат уже на нынешнее военное руководство в главе с Александром Станиславовичем Сырским. Все-таки трудно подозревать, что госпожа Залужиного как тогда, так и сейчас, госпожа Безублая, Залужиная, это оговорка по Фрейгу, госпожа Безублая, как тогда, так и сейчас, действует на свой страх и риск. Тогда она совершенно явно действовала по заданию Офиса Президента, и когда Комитет Парламента по обороне, безопасности, разведке снял ее снял ее с должности заместителя председателя Комитета, потому что Комитет был в целом за Залужиного. Напоминаю, что Украина это демократия, и там каждый депутат, в общем, так или иначе, сам формирует свою политическую позицию, это не надо сравнивать с Российской Федерацией. Так бывает, что в парламенте там Комитеты, фракции совершенно не подчиняются Офису Президента и не ориентируются на его позицию отдельно. Несмотря на то, что президентской партии «Слуга народа» принадлежит на сегодняшний день парламентское большинство, впрочем, достаточно зыбкое и условное, мы сейчас не будем на этом останавливаться, то спикер парламента Руслан Стефанчук, такой надежный член команды Зеленского, заблокировал это решение и без угла осталось там, где есть. Поэтому, скорее, я склонен полагать, что понимает весь кризис, в котором сейчас оказалась украинская власть и очень непростой ситуацию на фронтах, офис президента начал кампанию такого типа, потому что нельзя допустить с точки зрения команды Зеленского, чтобы ответственность за ухудшение ситуации как на фронтах, так и в стране в целом приписывалась полностью президенту. Это должно приписываться военному руководству. Оно виновата в том, что после замены заложенного Насырского дела не пошли лучше, а пошли, в общем, хуже. Это случилось по многим причинам, и я-то сам не склонен от нее считать, что главная причина это замена военного руководства, но по времени это так выглядит, что при Залужном все было более-менее, хотя контрнаступление оказалось неудачным, а при Сырском все стало хуже. Наоборот, российские войска перешли в наступление и добились пусть не грандиозных, но каких-то отдельных локальных успехов, на которые вовсе не на них рассчитывал Украина еще год назад. Поэтому, значит, нужно разобраться с тем, кто же в этом виноват. А в ситуации усталости от войны, про которую все все понимают, разумеется, другое дело, что часть политического эстеблишмента пропагандистов делает вид, что ее нет и кричит, что в военкоматах, то есть в ТЦК так называемая очередь стоит. Нет, никакая очередь не стоит. Наблюдаем огромную чиску людей, которые пытаются сделать все возможно, чтобы там не оказаться, в том числе путем победы страны. Можно я тут вмешаюсь, потому что ты, конечно, технически не прав, очереди там стоят, причем очереди многочасовые стоят. Другое дело, как говорят ехидно некоторые люди, что эти очереди стоят, во-первых, потому что все очень плохо организовано, а во-вторых, они стоят откупиться. Много людей говорит, что они за этим стоят. Ну, может быть, они в отдельных случаях и стоят, но гораздо больше людей в принципе не идет в эти очереди, а пытаются как-то исчезнуть, из-за чего, собственно, сокращаются трудовые резервы Украины, поскольку люди банально перестают появляться на рабочих местах и наемные работники в огромном количестве из-за этого уже некому работать. Это все для команды Зеленского это не является никаким откровением, как бы это не подавалось пропагандистской плоскости. Поэтому, естественно, состоит вопрос, кто будет отвечать за неблагоприятное развитие событий во всем, что связано с войной, нужно успеть поскорее обвинить в этом генералов. Я воспринимаю эту ситуацию именно так. Что касается Нардиопотищенко, то кажется, он был известен в прежние времена как куратор системы колл-центров или что-то такое, потому что много всяких колл-центров находится на территории Украины, такая фирменная отрасль бизнеса, возник еще н-н лет назад, и там бы возникла какая-то разборка между колл-центром одним и другим. Но это действительно достаточно одиозный депутат, и заодно он попал под раздачу, потому что считалось, что он находится, несмотря на все свои проблемы с имиджем и источниками доходов, сегодня демонстрировали обыске у Тищенко, в частности, открытый сейф с каким-то нечеловеческим, по моим меркам, конечно, не по меркам, Роман Акаевич Абрамович или Михаил Маратович Фридмана, по моим количествам наличности. Сколько дронов можно было бы купить? Да, значит... Так если в дронах считать. Да, под крышей руководителя Офиса Президента Андрея Борисовича Ермака. Но бывают такие ситуации, когда уже крыши не работают, что нужно приносить кого-то в жертву, кого меньше жалко из представителей собственного окружения. Поэтому это, я воспринимаю, не как накат армии на Офис Президента или попытку заменить Зеленского, а как попытку Офиса Зеленского сманеврировать грамотно и показать, что вот, да, проблемы есть, но виноваты не мы, а тех людей, которые в них виноваты, мы к ногтю. Да, вот, кстати, генерал Кривонос тоже самое говорит. Вот он дал только что интервью Нового Времени, он тоже говорит, что это, цитирую, сейчас одну секундочку, секунду. Мне хотелось бы знать режиссеру этого спектакля, где находится спектакль, и совпадений на таком уровне не бывает, с учетом больших недоработок, провалов и саботажа политического руководства, чтобы отвлечь внимание от проколов верховного главнокомандующего до вантинозащим козла и отпущения военных высокого уровня. То есть, вот, Кривонос... Добавил бы еще вот эту тему, что тут надо сказать, что Вадима Александровича Зеленскому, его там называли клоуном, непригодным государственным управлением, это клоун, так называемый, не совсем не клоун, как он показал, собственно, и в самом начале войны, когда он стал национальным героем, спасшим Украину от Блицкрига, от Кремлевского Ублицкрига. Ему удалось создать, тоже используя путинские образцы, очень быстрее, чем Путин в свое время, эффективную силовую вертикаль, эффективную в смысле подконтрольности и подотчетности ему лично, руководителей офиса Ермаку. Он контролирует, там ключевая фигура почему не Ермак, а человек по имени Олег Юрьевич Татаров, к которому мы сейчас вернемся через минуту. Но, так или иначе, вернее, Ермак тоже еще более ключевая фигура, но непосредственно этими вопросами занимается заместитель Ермака Татар. Они контролируют государственное бюро расследований, СБУ, МВД, все что угодно, прокуратура, у них быстро все публикуется, чуть было не сказали, я не хотел, честное слово, так сказать, как кропаются, клепаются уголовные дела, там все, быстренько все происходит, и угодил, что все равно Украина остается демократической страной, и там все так или иначе, на порядок прозрачнее, чем в Российской Федерации. Человек может защитить себя в суде, какая бы ни была силовая вертикаль, чего, естественно, в России он давно уже не может. В принципе, если есть приказ его посадить, так его посадят обязательно, независимо ни от реального содержания процесса. и это все является предметом разночтений с уважаемыми западными партнерами Украины. Тем более, что господин Татаров, вот, куратор силовых структур, он в свое время был взлетшим врагом Майдана. Не другом, а врагом. Он был заместителем Майдана. Просто спикером был, если я правильно понимаю, в последние дни Майдана он взял на себя роль спикера, ну, как бы антимайдана, и рассказывал, что вот тут все. Он был заместителем, занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД Юнуковича. Вот очень молодым человеком. Мне кажется, тогда ему было около 30, сейчас ему чуть больше 40. И он непосредственно занимался вот расследованием Майданных дел, чтобы, так сказать, всех вывести на чистую воду. Но, к сожалению, после бегства Юнуковича все это стало неактуально. И господин Татаров тогда ушел в адвокатуру, где, будучи, как все говорят о нем, очень талантливым юристом на самом деле, приобрел влиятельную клиентуру. В первую очередь из числа ключевых бенефициаров бывшей партии регионов. Он их успешно защитил от правовых гонений при президенте Петре Алексеевича Порошенко, сочетая свои юридические таланты с главным юридическим талантом постсоветского мира, умением коммунат занести. И так, собственно, сделал карьеру и вернулся в силовые структуры уже при Зеленском и тоже полностью оправдал ожидания с ним связанных. Татаров, как никто другой, был эффективен вот в том, чтобы силовиков перевести в подчинение Зеленскому или расставить на все ключевые посты лояльных офису президента силовиков. Но, поскольку все это известно, естественно, уважаемым западным партнерам, они выражают определенное недоумение по поводу как построения этой системы, так и показательных случаев ее применения. И разговоры о необходимости заменить Татарова, как минимум, все время идут. Зеленский его не сдает, потому что он прекрасно понимает, что Татаров в известной степени незаменим. И отказаться от контроля над силовиками в нынешней ситуации это очень нездорово для президента Украины. Но это все накладывается на те кадровые процессы и политико-административные борения, которые мы обсуждаем. Так, я понимаю, про Татарова часто спрашивают, не только про Татарова, западные. И это уже находит отражение в публичной плоскости. Уже во многих западных медиа вышли большие материалы в Андрея Борисовича в Чермаке с вопросами, каковы... Да, я не видела это. Ну, а да были, были уже. Вот еще накануне саммита в Брюгенштоке и так далее, где, так сказать, ну, то есть Ермак в открытую позиционируется сегодня как второе лицо государства, хотя его фактический статус, вернее, его формальный статус в политической системе гораздо ниже. К тому же, не будем забывать, что Украина вообще по конституции парламентско-президентская республика. И вообще первым лицом является по конституции премьер нынешний, Денис Шмыгаль, который существует сегодня разве что в воспоминаниях современников. Вот я думаю, что на вскидку не все и вспомнят, что такой человек существует, есть и занимает высокое положение в этой системе власти. Слушай, ну, уж коли скользко мы стали перемывать косточки на украинской системе власти, я бы тебя хотела спросить про недавнюю отставку Кубракова. Насколько я понимаю, это был человек, который был довольно близок к американцам, и вне зависимости от того, что у него там и почему его отправили в отставку, там как раз тоже главной причиной было то, что он как бы имел канал доступа, ну, в общем, короче говоря, к нему приревновали так же, как и к заложному. Ну, к заложному приревновали еще и потому, что Валерий Федорович был самым популярным политиком страны, чего о господине Кубраковой в первую очередь, поэтому о господине Кубраковой сказать, разумеется, нельзя. Ну, конечно, ну, просто Кубраков это был не человек из команды Ермака. Не человек из команды Ермака. Соответственно, уже это было плохо. А кроме того, да, он поддерживал прямые коммуникации с посольствами, уважаемых западных партнеров, с послами. Они за него хлопотали, так сказать, это все не очень нравилось офису президента. Сейчас говорят, что на месте Кубракова будет Алексей Кулеба, это замок будет для офиса президента, человек из команды Ермака. Вместе с Кубраковом от Украины в отставку, кстати, человека вполне себе легендарного Мустафу Найема, который возглавлял агентство по восстановлению Украины, но легендарен он не этим, а тем, что был первым, кто призвал к Майдану на старте революции достоинства в конце 2014 года. И эта запись Мустафы в Фейсбуке обошла весь мир. Он был триггером. Поэтому да, все эти битвы и схватки происходят. Но одно дело Испании происходили в условиях, когда у Украины все неплохо на фронтах и вообще вокруг войны, а другое дело когда не происходит, когда ситуация на фронтах не блестящая и самое главное усталость от войны. Поскольку мы знаем мировую историю, как бы мы ее ни трактовали, здесь сходятся все изучатели мировой истории и ее трактователи, что когда наступает усталость от войны, ситуация на фронтах в принципе теряет значение. Вот в 1917-18 годах, ну в 1917 году военные позиции Российской империи были достаточно неплохими. И поэтому, так сказать, но усталость от войны не давала возможности ее продолжать. Никак. Не зависит. Вот объяснить многомиллионному земледельческому народу, что нужно не штык в землю, а идти на Берлин уже было невозможно никак. И никакими картами генштаба и ставки его императорского величества ничего этого сделать было нельзя. Чтобы, собственно, и привело к крушению империи, а за ней временного правительства, потому что неизбежно победила та политическая сила, какая-то единственная политическая сила, которая предлагала лодки штык в землю. Она пришла к власти. И вот в Украине есть риск формирования такой ситуации, на что, разумеется, во все рассчитывает Владимир Владимирович Путин. Он надеется, что в этой ситуации будет сформирована новая украинская власть, которая, значит, отнесется с пониманием к прекращению войны на интересующих его условиях. Ну, смотри, мы перебываем косточки соседней демократии по очень уважительному поводу, ровно потому, что действительно вот наблюдается эта усталость, наблюдается этот шторм, наблюдаются те узкие места, те сомнительные места, в которых мы указали. Путин на все это надеется, американцы тоже иногда удивляются. Но есть же наше родимое богоспасаемое отечество. Вот мне Виктория пишет, что Бутусов уже сегодня пост написал, что люди собирают на эвакуационные автомобили по 100 гривен, а тут килограммы долларов лежат при обыске у Тищенко. Я вот Виктории предлагаю подумать на тему, сколько килограммов долларов нашли в обыске при Цаликовых, кто у нас там, Тимур Иванов и так далее. Обыске у Цаликова нам пока ничего неизвестно, у Тимура Иванова. Цаликова, кажется, сплавили на пенсию в мирном режиме. Виноваты, виноваты. Вот уже не уследишь, кого из них обыскали, а кого так сплавили. Да, Тимура Иванова. Я думаю, что там сейфы Тищенко уместятся в сейфовой комнате Цаликова. У Иванова просто как бы это самое. И отряд не заметит, что наполнилось. Так вот, а усталость от войны в самой России. И как ты видишь, потому что в последнее время на самом деле это был один из главных вопросов, которые я тебе собралась задать. Он почально в последнее время меня очень занимает, потому что вот как-то так все думают, что вот типа в какой-то момент кончится Путин, вот что-то такое случится, и после этого настанет, условно говоря, прекрасная Россия будущего. И, во-первых, учитывая, как хорошо укоренены сейчас российские элиты, как их загнали в угол, сколько им терять, как они очень печально не могут найти никакого общего языка западом, они вряд ли куда-то исчезнут. И более того, меня в последнее время терзает смутное сомнение, что если они действительно внезапно исчезнут, то это будет еще более худший вариант, чем если они останутся. Потому что вот и в 17-м году, и в 91-м году у нас уже исчезали элиты, и все думали, что это будет хорошо. Потому что элиты были не очень качественные, а оказалось, что это не очень хорошо. Я хочу взять под защиту 91-й год, потому что мне до сих пор нравится, что случилось. Я считаю, что ельцинская элита и Ельцин были лучше, сильнее и красивее, чем те, кому они пришли на смену. И это очень хорошо, что я с кем-то срухнул, потому что это бесконечное отрубание хвоста по частям ни в чем хорошем бы не привело. И профессиональный, и Ельцин открыл дорогу во власть, вот там можно сколько угодно ругать его в фильме «Предатели» и «Смежных». И тут уже один историк договорился за того, что фильм «Предатель» равен 20-му съезду КПСС по степени воздействия на умы и демонстрации. Да? Это кто-то сказал? Ну, я даже не хочу, я хорошо отношусь к этому человеку, лично с ним знаком, и не хочу даже, так сказать, не хочу называть его имя, это легко найти в интернете, но это на полном серьезе утверждает, что 20-й съезд, знаешь, тайные оккультии личности Гельцина и его последствия. Вот момент я представлю. Вот два главных самых известных спонсора ФБК среди российских бизнесменов, причем абсолютно безупречных, и Зимина Чичваркин, они, мягко говоря, об этом фильме не того же мнения, что о 20-м съезде КПСС. Разумеется. Ну, скажем так, я о фильме неоднозначного мнения, у меня есть и его положительные оценки отдельных с его сторон и отрицательные, но, конечно, не надо сравнивать, я же не могу себе представить, мне не могу себе представить газету «Известия» сталинских времен, в котором бы писалось о каких-то хищениях коммунистической элиты и образе жизни, а образ жизни был весьма роскошным на фоне остального народа, в том числе и в блокадном, столь не отпускающем Владимира Владимировича Путина, блокадном Ленинграде, как мы знаем, или о том, что Сталин не смог залезть на лошадь при репетиции Парада Победы, и поэтому Парад Победы принимал Жуков, а не Сталин. Тогда это, собственно, прорвало плотину и дало надежду на освобождение многим миллионам людей, поэтому сравнивать 20-е съезд с каким-то ни было фильмом, это не очень остроумно, я считаю. Поэтому нет, я считаю, что Ельцин как раз открыл дорогу во власть очень многим умным, талантливым людям, которые не попали бы в позднекоммунистическую власть, абсолютно, так сказать, закрытую и пожравшую себя изнутри. 91-й год, на мой взгляд, все хорошо. Там смена элиты задним числом и по прошествии 30 с лишним десятилетий я приветствую. Но, во-первых, естественно, если с Путиным что-то случится, если будет черный лябец такого типа, а Путин делает все возможное, чтобы поддержать свое состояние здоровья в полном порядке как минимум до 2036 года, лучше больше. Но черный лябец прилетает независимо от того, кто еще думает и на что надеется. Случить сможет все, что угодно, но что так, наследники Путина и придут к власти. Как, кстати, после смерти Путина, после смерти Сталина, прошу прощения, очередная оговорка по Фрейду, и точнее, будут люди из того же гнезда. И с точки зрения прекращения войны в Украине и в Европе, это будет в любом случае позитивно, потому что в этой войне есть очень большой элемент лично Путина, его психологических проблем, его самости, его эго, его мировосприятия, которого нет у большинства подавляющего представителей его окружения, поэтому я никогда не одобрял разговоров о том, что вот какие-то там зловредные силовики, там Патрушев, Куличевики, кто угодно, сподвигли Путина на эту войну. Это полная ерунда. Никто особенно этой войны не хотел, кроме него самого. Это его абсолютно проект и дело всей жизни, которым он будет заниматься, пока остается у власти без сомнений. Но усталости какой-то колоссальной от войны сейчас в РФ нет. Хотя потому, что Путин очень успешно, очень последовательно шел путем превращения войны в систему событий фонового режима. Россия не живет войной. Украина, как государство, ставшее жертвой РФ-агрессии, она живет войной. Это главное содержание того, что не происходит. Путину удалось добиться того, чтобы для современной РФ война не была главным содержанием. Война происходит в приграничных регионах, безусловно, где, так сказать, гибнут люди, мирное население в том числе. Война происходит в семьях мобилизованных. Война происходит в определенной части элит. Но в целом на большей части российского политико-географического пространства войны нет. И то, что Путин нарочит и не называл этой войной с самого начала, о спецоперации тоже имела вполне понятный смысл, а в минимум психологический. Путин не мастер больших войн, он мастер спецопераций и хотел оставаться в этом качестве. Поэтому я не вижу сейчас в Российской Федерации сил, которые заставили бы Путина прекратить войну. Это в состоянии только сделать тот самый черный лебедь, который кого-нибудь клюнет в единственно правильное место. Да, вот я тут цитирую, согласно данным Левады, доля россиян, выражающих поддержку войны с апреля по июнь 24-го выросло с 52 до 61, а опросы Киевского международного института свидетельствуют, что за последние 9 месяцев поддержка украинцами Зеленского снизилась с 77 до 56, а число украинцев, поддерживающих бескомпромиссную позицию в отношении переговоров, снизилось с 80% от 2 года назад до тех же 56% сегодня. Так я все-таки задам вот тебе этот... Сделать важный комментарий, что по-прежнему не будем забывать, что социологические опросы, проводимые в закрытом обществе, тем более в тоталитарном государстве, конечно, не отражают реальность, потому что люди отвечают то, что от них хочет государство. Можно я сразу возражать? Они не отвечают реальности, но вот динамика, я думаю, реальность отвечает. В любом случае, для большинства россиян войны нет. Россияне сжились, свыклись с тем, что происходит, и как бы качественно их образ жизни не изменился. Это касается и элитарии. Да, конечно, они отрезаны от евроатлантического мира, но к этому что последовательно делали с 2014 года, и самые неглупые из них это прекрасно понимали еще тогда. В общем, неглупые люди там есть, так сказать, и в конце концов с точки системы ценностей российских элитариев очень важно поддерживать буржуазный образ жизни и стиль потребления, а не место приложения этого образа жизни и стиля потребления, на чем Владимир Ильич Путин тоже эффективно играет. То есть, иными словами, усталости от войны в украинском смысле в РФ нет, и на сегодняшний день не может быть, потому что война не так больно ударила по большинству россиян, включая элитариев, как по украинцам, разумеется. Так, вот это последний, я понимаю, что мы даже уже перебираем, но это тот вопрос, который я тебе задала минут 8 назад, он самый серьезный. Какой ты видишь лучший сценарий выхода из путинского режима? Подчеркиваю, не самый вероятный, а вот лучший. Понимаешь, это вопрос, на который надо отвечать несколько часов. Что я готов делать? Уже несколько раз мы собирались обсудить, почему в современном мире нет правых и левых. И все никак не можем это сделать, все время задерживаем это дело. Поэтому я предлагаю в ближайшее время все это обсудить очень развернуто, посвятив этому много времени и тому, и другому. Отдельную программу или Белковский? Это полное твое право как хозяина программы решать, как это должно быть. Просто дело в том, что у нас не хотелось бы на бегу. Каждый раз у нас вал событий текущих, но, тем не менее, мы можем наступить на горло собственной коллективной песне, какие-нибудь события отбросить и выделить минут 20-25 на обсуждение вот таких мероприятий фундаментального значения, поскольку у нас все-таки дежурные по эпохе. Да, вот у нас все-таки дежурные по эпохе, но ты понимаешь, вот эпоха, просто все то, что мы сегодня обсуждали, я даже самые важные вещи про Дагестан не обсудила, потому что, ну, это менее важно, чем то, что мы обсуждали, но это я уже скажу просто у себя на коде доступа, как изменилось, мне кажется, важно, как изменилось восприятие даже российской публикой терактов в Дагестане, потому что, ну, вот еще недавно, то сейчас главная тема такая, вот Путин так вознес ФСБ, настоящих терактов они не могут предотвратить, вот еще лет 10 назад был главный мотив, особенно со стороны правозащитных организаций, их довели, есть замечательные мирные салафиты, представители мирного ислама, но вот почему-то их силовики преследуют или они взрываются, это вообще провокация ФСБ, и вот, значит, их хватают без суда, без следствия, невинный человек, вот так и делают из мирных людей террористов, и кажется, по-моему, вот до самых упорных белых пал дошло, что эти люди просто ненавидят всех, кто живет не по шариату, причем вне зависимости от того, это Запад, где они тоже бегают по европейским столицам и рассказывают, что будут сел с неверными, когда придут к власти, или Россия, где, соответственно, понятное дело, там это в парламенте не посидишь, и общественную организацию не забацаешь. У меня есть здесь много замечаний относительно, опять же, это тема сочинения, тема диссертации в истории смысла религиозного экстремизма, который можно распространить не только на современный ислам, но взять в качестве предмета рассуждения, скажем, сериал «Молодой папа» и «Новый папа», где много есть рассуждений. Именно это тема и стольки смысла религиозного экстремизма применить на христианство и вообще. В какие минуты, когда, как рождается религиозный экстремизм. Это не связано со спецслужбами, разумеется. Это связано со временными глубинными течениями в человечестве. Сейчас я предложил бы нашего нынешнего дежурного по эпохе закрыть и вернуться к этому. Да, и читать книгу Юлии Латынина «Иисус. Историческое расследование». Там как раз очень много об эллиюгозном экстремизме. И также, это я просто сейчас прорекламирую, по имени того, что у нас был вчера потрясающий разговор с Андреем Болмейстером, который я всем рекомендую послушать. А завтра, я как и обещаю, если ничего такого не случится, у нас будет большой стрим про Первую мировую войну и випонизация понятия нации. Ты будешь рекламировать свой канал? Да, я по-прежнему вам призываю посмотреть новейший выпуск проекта «Киноагент», который мы делаем с Денайдой Пронштейт. Среди прочего, идет речь о кризисе восприятия современной демократии в современном киноискусстве. И прямо сейчас премьеру «Доброй ночи, малыши» с важной информацией о террористической атаке в Дагестане. Спасибо тебе огромное. До через неделю. И напоминаю, не забывайте подписываться, кроме нашего канала, на канал Стаса. Не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Приходите завтра. Я думаю, что это будет очень важный стрим на нашем канале. У нас будет масса всяких картинок. Мы их готовили. Что-то у нас 160 штук картинок образовалось. Что-то прям целый фильм. Первая мировая война. Випонизация понятия нации. Ну, собственно, как она произошла и что от этого произошло. И как получилось, что после Первой мировой войны и Второй мировой войны которые фактически можно рассматривать как 30-летнюю гражданскую войну, которую Европа вела с самой собой. Европа, которая была хозяином всего мира и была экспансионистской силой, которая колонизовала весь мир, превратилась в то, что сейчас страны Третьего мира колонизуют Европу. Юлия Латынина, Станислав Белковский. Прошу любить и жаловать. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...